Сотни елок и сосен уже готовы оказаться в домах мытищенцев. В округе активно работают елочные базары. Последние дни декабря самые горячие для продажи зеленых красавиц. Ели сосны пихты, даже само посещение елочного базара вызывает массу положительных эмоций и дарит ощущение праздника. Евгений Кошелев каждый год ставит дома только живую елочку. Искусственные ему не по нраву. Он уже опытным взглядом может выбрать дерево и отдает свое предпочтение сосне. Сосну, потому что она дольше стоит и запах все равно не этот. Ель, она осыпается через неделю. А сосна на нас больше. Та, которая ель с пихтой, она более долговечная, она красивее, конечно. Но цена ее заоблачная. Средняя цена за полутораметровую сосну на этом елочном базаре 1700 рублей. Дешевле – русская ель. За нее нужно будет заплатить полторы тысячи рублей. Иностранные зеленые красавицы традиционно стоят дороже. Цены за датские ели начинаются от пяти с половиной тысяч рублей. Наши жители берут в основном датские. Американские, конечно, мало. Такие вот синие-голубые ели в основном. И сосны. При выборе дерева обращайте внимание на его ствол. Он не должен быть слишком тонкий. Глубокий зеленый цвет, голубоватый оттенок – признаки качественного дерева. Сначала иголки потрогаю, чтобы они были как бы мягенькие такие, чтобы ворст у них какой происходил. Вот сейчас морозы, видите, они как бы сжались. Смотрю на ветки снизу тоже, чтобы для дома аккуратненько она стояла. Ну, в принципе, веточки можно подрубить, если что. А на этом базаре ассортимент елок еще больше. Из редких – пихты, фрезеры и нордмана – норвежская ель. Специалисты советуют, после покупки не следует заносить дерево с улицы сразу в теплое помещение. Лучше оставьте ель на балконе на несколько дней. За 4-3 дня до Нового года, в принципе, можно смело доставать ее с балкона и наряжать. А импортные, они стоят, конечно, где-то в районе 25 дней. Спокойно, как бы, соответственно, либо можно поставить в песок, либо вот в подставку, в которую можно налить воды. И также есть средства для продления жизни елок, чтобы дольше стояло. В городском округе Матища работают 15 елочных базаров. Жителей ждут с 10 утра до 22 часов. Помимо елок здесь можно приобрести лапники и букеты из веток.